Байкал самое глубокое и загадочное озеро в мире. С ним связано много поверьей и сказаний. Артисты буряского цирка привезли в Санкт-Петербург программу, которая так и называется «Легенды Байкала». Мы на генеральной репетиции. На арене под куполом цирка гимнасты расскажут истории об озере. Почему вы выбрали именно эту историю? Эта история выбрана, потому что мы живем на самом прекрасном, красивом месте у священного озера Байкал. И все истории, которые будут показаны в нашем представлении, они сплетаются с нашими корнями, сплетаются с озером Байкал. Это все те люди, которые живут около Байкала и знают эти истории издавна, которые передаются друг к другу из уст в уста. Как долго существует буряский цирк? Нашему цирку всего лишь 17 лет. Как долго отрабатываются трюки? Каждый трюк, у него есть определенные какие-то задачи у артиста, чтобы отработать данный трюк. Трюки готовятся 2 месяца, 3 месяца, в зависимости от сложности трюка. Каждый артист каждый день отрабатывает свой номер, свой трюк. Как появилась идея буряского цирка и кто его придумал? Основателем цирка является Мейдри Хадапа Чжабхандаев. При Буряском драматическом театре в городе Улан-Удэ была образована цирковая студия, которая потом стала цирковой школой, потом стала уже государственным цирком республики Бурятия. Почему в вашем цирке нет животных? Мы работаем без животных, в связи с тем, что для чего? Для того, что мы хотим показать красоту человека, его возможности, то, что он может делать, то, что он может показать своим телом, рассказать какую-то историю. Сколько артистов задействовано в спектакле? У нас всего 18 артистов. Используете ли вы какой-нибудь шаманский реквизит? У нас есть номер, оригинальный жанр с холохопами, который исполняется артистской циркой в роли шаманки. Используется одежда, бубны, музыка. Бурятия называют свою родину священной землей предков и верят в ее магические силы. Узнали о легендах Байкала Вика Румянцева и Андрей Голубев.